Доброе утро, дорогие друзья! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это утро. Еще больше благодарны Тебе за благодать наполнения и освящения Твоим Словом этим утром. Благодарим Тебя за Твою верность. Благодарим Тебя за ободрение собрания святых. Благодарим Тебя за Твое присутствие. Благослови эту небольшую мысль и помашь к основной части. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, второе послание к Тимофею. Первая глава. Давайте прочитаем первые два стиха. Павел воле Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисуса. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Интересно, если сравнить это с первым посланием, с приветствием первым посланием, то здесь написано, что Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога. То есть здесь дается повеление, но мы с вами видим из истины, что мы не можем сами в своих силах ничего совершить. И для этого первое, что совершилось с апостолом Павлом, это его спасение, как описывается также в первом стихе, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. И я подумал также, что воля, волею Бога говорит нам о том, что Иисус Христос также и совершит его апостольство, то, что он посланник. Есть повеление, но есть также и сила в Господе, которая совершит по отклику и восприятию. Интересно, второй стих, я также немного размышлял. Здесь написано «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость и мир». В первом послании говорится «истинному сыну», и он относится к нему как к своему сыну. «Истинному сыну» говорит о том, что мы, если говорить это в аналогии нас в отношениях между Господом и нами, то есть мы сыновья и дочери Иисуса Христа, мы истинные сыновья и дочери, потому что мы возродились свыше, потому что Он спас нас, и мы приняли. Интересно, теперь в этом приключении, в этом общении с Иисусом Христом мы также познаем Его любовь. И один из признаков Его любви – то, что мы все время покрываем Его любовью. Он возлюбил нас раз и навсегда, и теперь Он покрывает нас своей любовью. Каким образом Он покрывает нас любовью через Слово Своё, как сейчас. В этом мы все время переживаем, то, что мы возлюблены, принимая и познавая Его Слово любви, и таким образом Его духовную заботу. Аминь. Благослови Вас Господь. Спасибо. Аминь. Духовная забота в слове, в смыслах, в воздействии и раскрытии характера. Слава Господу. Все по благодати, подаркам. Ничего не могли бы сами, а с Ним мы и можем. Он может. Слава Богу. Спасибо, пастор Нурлан. Замечательно. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это удивительное утро и это вторжение и проникновение Твоего Слова, Господь. А значит, проникновение и пути перспективы, и истины прямо сейчас, и жизни на все время. Господи, мы так благодарны Тебе, что Ты верный, раскрываешь себя перед каждым, Господь. Не мы чемпионы, а Ты чемпион. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты усаживаешь нас пред Собою и с любовью произносишь Твои слова. Благослови, Господь, изобильно и эту порцию. Прославься, Бог наш, любим Тебя. Во имя Твое, Иисус, мы молимся и просим. Аминь. Сегодня у нас второе слово посвящения по второму посланию к Тимофею. И оно пишется через семь лет после первого послания. Жизнь апостола наполнена смыслами от Бога полученными. Мы купаемся в этих смыслах, и не только купаемся, но из-за переполненности наших сердец мы говорим. Мы говорим. Никто нас не заставляет. Но так как мы переполнены, как написано в послании к Колоссянам во второй главе, вся полнота телесна, полнота Бога телесна в Иисусе Христе, а наша полнота – это Он в нас. Слава Господу! И мы ощущаем это. Мы ощущаем интеллектуально, ощущаем эмоционально. Наша воля скреплена с Иисусом Христом. Наши перспективы и сердца, они выстроены в Господе Иисусе Христе. И мы идем вперед. Итак, второе слово посвящения, второе послание к Тимофею и четвертый стих. Я желаю видеть Тебя, вспоминая о слезах Твоих, дабы мне исполнится радостью. В то время люди могли, ну, я не знаю, какие условия были для этого, чтобы это состоялось, могли посещать тех, кто находился в заключении. И желание апостола Павла, я желаю видеть Тебя. Путь между Ефесом и Римом, вероятно, где-то полторы тысячи километров. Далекий. Это всякие повозки, путешествия пешком, множество людей по дороге. Господь желает, чтобы его братья и сёстры, они прямо перемещались по всему этому миру. И от полноты сердца их уста будут говорить, по дороге знакомиться с кем-то. Ну, ты в Рим едешь, да, хочешь посмотреть какой это город, да, хочешь работу найти? У тебя какие-то другие планы? У меня планы расширения Царства Божьего и во мне, между прочим, и в тебе тоже. Что это такое происходит? Мы передаем нашу веру, как драгоценный дар от Бога, данный нам, остающийся в нас, расширяющийся в нас, но передаваемый всем людям, которые нас окружают. И это желание апостола Павла, оно замечательное. Это желание, чтобы Тимофей проделал такое путешествие. Он хочет его увидеть. Он вспоминает, как они расставались, и у Тимофея на глазах были слёзы. «Я хочу исполниться радости». Мы вчера говорили об этом. Пятый стих. «Я привожу на память твою историю, нелицемерную веру твою. Не веру для того, чтобы показать, что я верующий, а вера, которая сопровождает все его думки, действия, разговоры. Нелицемерная вера – это Иисус всегда на первом месте. Иисус на первом месте у Святого Духа, Евангелие от Иоанна с 14 главы по 16. Это описание, чем будет занят Святой Дух в Церкви, в мире. Он будет наставлять на истину Иисуса Христа. А какая это истина? Господь, Иисус Христос, совершил предназначение своего первого пришествия. И уже это не храм, как ученики говорили, когда шли с Иисусом по Иерусалиму. И некоторые в восторге смотрели на красоту блистающего в лучах солнца храма. И говорили, «Ты только посмотри, какая красота!» Иисус посмотрел и сказал, «Истинно говорю вам, через некоторое время не останется камня на камне от храма». А вот здесь вместе с вами тот, кто больше храма, давайте похлопаем. Я просто переполнен этими смыслами, которые Господь передает. Он думает о Тимофее, о его вере. И посмотрите, какая история. В какой-то степени апостол Павел уже, как якорь, забросил смысл передачи веры, которую мы имеем. Посмотрите в третьем стихе, что он сказал. «Я благодарю Бога, которому служу от прародителей, от своих дедушки и бабушки, от своих мамы и папы. И теперь я служу». Они передавали это. Они передавали веру в грядущего Мессию. О Господе явился деяние девятая глава Павлу, то есть Савл в то время. Его имя было принято среди евреев Савл. Его назвали в честь первого царя, родственника Савла, которого звали Саул. Услышанные или выпрошенные от Бога, у Бога. Слушайте, у Павла была возможность почитать в Библии первую книгу царств. Да и вторую тоже. Нет, первую книгу царств. И там столько много написано о первом царе. О его взлетах и падениях, о благодати, по которой ему было дано это царство. И когда читаешь и думаешь, да так бы ты, Саул, и оставался в благодати. Потому что тот, который тебя поставил, он желает, чтобы сияние благодати, когда человеку дарит Бог, он не только сотворил этот мир. Он продолжает творить жизнь человека через то, что верующие в него отражают эту благодать. Благодать через грядущего мессию, который устроит свое царство, царство благодати. Итак, в третьем стихе он говорит о том даре, который передавался от его прародителей к родителям и от родителей к Савлу Нового Завета, будущему апостолу Павлу. И ему понравилось это. У него был самый лучший в иудаизме тех времен учитель Гамалеил. У ног Гамалеила, как он сам вспоминает об этом, он воспитывался в религии иудаизма. А здесь, смотрите, пятый стих. Я привожу на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в твоей бабушке Ллойдя и матери твоей Евнике или Евнике. Ллойдя передала веру, которую Господь научил ее, точно так же, как в жизни апостола Павла. У Тимофея мать и бабушка из евреев, и они имели это слово, и у них была эта вера. Отец у него язычный. Бабушка передала маме, мама передала, и Павел говорит, и я уверен, что эта вера находится в тебе. Мне бы хотелось акцентировать это. Передавайте веру, передавайте смыслы жизни. Они не только для нас. Римлянам десятая глава, десятый стих говорится о том, что от переполненности нашего сердца говорят уста. И когда они говорят, ведь когда мы находимся в сообществе, разговариваем с незнакомыми людьми, хотим с ними поделиться, не надо думать о том, что твои ближние не нуждаются уже в той вере, о которой ты говорил прежде, происходит воспитание, созревание этой веры. Так Павел говорит, я знаю, есть вещи, которые мы, есть материальные вещи, душевные вещи, культура, знания светские, которые мы передаем, дарим. Каждое поколение, в принципе, человек живет среди своих родственников, в основном это три поколения. Вот я живу, я уже то поколение самое старшее, да, мы с женой, нет, ну да, наши мамы и папы уже ушли на небеса. Вот наше поколение, наши дети, это поколение, которому мы передавали и продолжаем передавать. И внуки, которым мы передаем бабушка Ллойда, мама Евника и вот ты, Тимофей. Как написано в первом послании Петра во второй главе, мы с вами от драгоценнейшего камня, от Иисуса Христа, восприняли драгоценное содержание его жизни, которое находится в его словах. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 63 стих. Первая часть стиха, плотское, мирское, светское, пользы не принесет. Но вот то, что нужно для твоей жизни, человек, Иисус говорит, а вот мои слова, они особенные, они выстраивают и твой дух, твое духовное развитие и продолжение роста, и твою жизнь. То есть, мне нужно вот это, святость Бога, Его Слово, тот план, который он, если посмотреть на проповедь, на Нагорную проповедь, то мы с вами видим тот план, который заключается в этом Царстве Божьем, Которое пришло, Царь, здесь, на земле, Господь Иисус Христос. Только Он невидимым образом, Царь, а Он придет, и второе пришествие будет видимое. Итак, у нас есть духовные дары, дар веры. И мы его передаем. И мы, возвращаясь к Нему среди своих родных и близких в Церкви, мы заботимся об этом даре. Почему? Потому что мы знаем, использование этого дара ведет к усугублению или же углублению в понимание, что такое благодать, что такое любовь, что такое перспектива, наша будущность. Я уверен, что эта вера, которая была и в твоей бабушке, передана твоей маме, от мамы перешла к тебе, я уверен, что она в тебе. Замечательно. Слава Богу за тех людей, которые передали нам веру, и тех людей, которые свои подарочки по вере передавали. И мы были обучаемы этим кирпичикам со стороны Святого Духа. Шестой стих. По этой причине, что в тебе находится эта вера, не только история ее, но совершаются события в твоей личной жизни, я напоминаю тебя. Замечательно. Это слово, которое обостряет наше внимание. Возгревать дар Божий. Возгревать. Если горит костер, развели его. Вот вы в путешествии. Находитесь далеко от цивилизации. Наступила ночь, прохладно. Вы в палатке. Вы ее разбили в особенном месте, чтобы перед палаткой был также и костер, и вы с умыслом все это делали, чтобы пожар в лесу не произошел из-за вас. Это плохо было бы. Но чтобы перед вами был этот источник тепла. И приходится время от времени выходить из палатки и подбрасывать дровишки в этот костер, чтобы он с новой силой возгорался. Кроме того, еще мы делаем так. Берем специальный лист, картонку или еще что-то и вот таким образом нагнетаем кислород, воздух в этот костер, чтобы горели эти дрова, чтобы они восприняли жар от костра, новые дрова поступившие, и принялись бы сами гореть. Какая, какова эта картина? Если в костер не подкладываются новые дрова, он затухает. Там тлеют угольки. Если подуть, сразу же видно, они так готовы заняться пламенем. Но не могут, потому что новые дрова еще недостаточно сухие. Наша жизнь, она требует, чтобы ежедневно у нас было это восприятие слова. Слово Божие, которое является тем, что начинает гореть в этой вере. Это дар Божий. Библия – дар Божий. Наша Библия. Мы с вами находимся друг с другом, и когда мы друг с другом в церкви, то это многократно увеличивается общение веры. Потому что, когда мы одни читаем Библию, то там что-то отвлекает, то здесь что-то такое. Когда мы в церкви, мы приходим туда целенаправленно для того, чтобы воспринимать и возрастать. В церкви так легко возгревается этот дар веры. все разговаривают, и пастор говорит, и потом имеется время дискуссии, песнопения, общения. нам нужно учиться. И я говорю это намеренно, многократно, чтобы мы почти, а вообще лучше всего, не выходили из этих царских палат веры. чтобы как конференция, которая проходила, замечательная конференция, я надеюсь, что бакинцы выставят материалы этой конференции. потому что когда я записывал с этой стороны, то не всегда качество, которое транслировалось, транслировалось, качество звука не всегда было удовлетворительным. Что-то пропадало и так далее. хочется, чтобы этот звук и всё был именно такой, как они воспринимали. Итак, конференция, которую мы с вами наблюдали, это был фестиваль. Праздник слова. Возгревай дар Божий. Теперь посмотрите на эту фразу. Шестой стих. Который в тебе через моё рукоположение. Вот здесь мы сталкиваемся со следующим. Когда происходит рукоположение публичное, например, рукополагают ребёнка, и это приносит ребёнка к тому, чтобы Господа, чтобы Господь его опекал. Он и так опекает, но это публично, это передаётся удивительный дар и ребёнку. Точно так же, как он многократно в течение всего дня или часа открывает свои лёгки, наполняет их воздухом. Это всё подарок, ему необходима. Ему необходима и та любовь, которая идёт от родителей, и ему необходима та поддержка и любовь, которая идёт от Бога. Итак, люди опекают своих детей любовью, заботой, теплом, они разговаривают с ними, те обучаются, воспринимают. мозг работает, это самая интенсивная работа мозга у маленьких деток, потому что там происходит невероятная работа мозга. Всё сочленяется то так, то так, то так, и в конце концов выстраиваются смыслы того разговора, который был, он фиксируется и затем практикуется у ребёнка. Это всё описано в книгах. Итак, когда происходит рукоположение, то передаётся и дух этого события. Теперь послушайте внимательно. Когда те, кто воспринимает, верят в это, это имеет серьёзную силу воздействия на них. Мы приходим в церковь не для того, чтобы с пастором спорить. Мы приходим в церковь для того, чтобы всё воспринимать это слово. Потом мы обдумываем. Есть некоторые вещи, которые мы можем не понимать. Для этого нужно не спорить, а в кротости обратиться и получить разъяснение. Это всё доступно. спор является не развитием о духовной жизни, а угошением. Потому что угошается самоисточник, через который эти замечательные смыслы поступают. когда мы находимся в душевном состоянии, то мы обыкновенные грешники со смыслами от ветхого человека. А смыслы ветхого человека, они хорошо видны в третьей главе бытия. Если вторая глава бытия, Господь приходил, гулял по саду, как это Он обычно делал, то убегали сразу же Иадам и Евы, и они были в радости, потому что они знали, что будет пополнение их жизни в духовном смысле. Когда они пали, они стали бояться, они стали искать защиту в себе, извне, сознание, но только не от Бога. Даже в разговоре с Богом в третьей главе они не говорили, Господи, я согрешил, ты сказал, чтобы от этого дерева познания добра и зла не есть плод, я съел. Господи, прости меня, ни Адам, ни Ева не сказали. Они искали защиты в том, что да это не я виноват, а это вот Адам сказал Ева, Ева сказала змей, а Бог сказал, да я вас спасу, и все дела дьявола этого змея я разрушу. Это произошло через несколько тысяч лет, а для этого вызревало все человечество в подготовке к надежде встречи. Возгревай дар, который тебе в тебе находится в тебе через мое рукоположение. Мы при встрече друг с другом обязательно обмениваемся усилением этих даров Божьих. Седьмой стих. Да, и когда происходит рукоположение, это не только видимое действие возложения рук на человека и как бы трансляция смыслов, которые имеются в Библии, а это сопровождается и словом напутствие, и в этом слове напутствие происходит пророческое воздействие на человека, и этому человеку только лишь нужно принимать это и возвращаться. Пророческие воздействия, давайте мы посмотрим, книга Иезекииля 33-я глава. Посмотрите. Шестой стих. Если страж видел идущий меч и не затрубил в трубу и таким образом народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, то этот страж будет схвачен за грех бездействия. Что нужно было сказать страже? Я вижу, оповещаю, будьте готовы, и Господь защищает. Наше слово является очень важным в том смысле, что для неспасенного человека оно может стать путем к спасению. Для спасенного верующего укрепить его в его жизни как спасенного человека. Для отступившего верующего возвратить его – это все слово, которое мы произносим. Бог дал нам духа. Это дух силы, любви, целомудрия. Это не дух боязни, трусости, бегства. Это то, что произошло в Эдемском саду. они готовы были бежать от Бога, не понимая его. Бог передает жизнь своим словом. Итак, нам Бог дал духа и тройное описание силы дунамис, которая включает в себя такие понятия дунамис. Это способность Бога в восприятии, понимании и усвоении. Когда мы читаем с вами пятую главу Евангелия от Иоанна, великий праздник, вероятно, Пасха, в Иерусалиме. Люди дарят друг другу подарки. Какая красота! Хорошо быть на таком празднике. На этот праздник приходит Иисус и идет странное место, закрытое, покрытое различными ну, я не знаю, чем закрывали, то есть, там было пять ходов, и они вели к купальне овечьей, к овечьим воротам, месту не особенно чистому. И там в этих ходах было множество людей, которые были парализованы, слепые, глухие, немощные и так далее, разные болезни. Это как будто сосредоточение язвы внутри Иерусалима. Туда люди не заходили. И оттуда, если выходили, то очень мало. Они ждали при некотором поверии, что когда вот в этой купальне, которая называлась Вефезда, дом милости, станет вода колебаться, то нужно туда броситься. Если ты первый, то тогда ты будешь исцелен. Суть заключается в следующем. Не в колебании воды, а кто туда пришел. И зачем пришел. Он пришел к тому, кто вероятно молился. Я Господи, я уже 38 лет здесь, немощный. Кто может быть этот человек искал, когда другого человека, который бы взял его и туда плюхнул. Он уже отчаялся. И к нему подходит Иисус. И теперь написано там, Иисус подошел к нему и узнал, что тот долгое время, 38 лет находится в немощи, парализован. Иисус человек, от находящегося в нем Бога Сына, имеет информацию. Послушайте, такое же происходит и с нами. Мы выходим в этот мир, и потом мы оказываемся иногда в определенных местах, которые мы, может быть, раньше бы и не зашли. И потом Господь открывает для нас понятие, что там происходит и как мы можем поговорить с людьми и помочь. Это удивительно. И Иисус делает все по-своему. Не так, как было поверье в то время, что ангел невидимым образом сходит в это место, и вода начинает колебаться. И тогда, если ты доползешь или будешь первым, а в этой истории Иисус подходит и говорит, задает странный вопрос. Ты хочешь быть здоров? Ну, конечно, хочу, Господи, что делает этот человек? Он пропускает этот вопрос. Он смотрит на эту воду и говорит, у меня нет человека, который бы взял меня и опустил туда первым. Иисус не берет его на руке. Он ему говорит, ну, в чем дело? Встань, возьми постель свою и ходи. если мы возьмем реальную ситуацию, то человека, находившегося длительное время в параличе, его нужно заново обучать ходить. А здесь мы видим, Господь дал ему все эти импульсы и нейроны, которые отвечают, и он как будто заново не то, что родился, а имеет все это понимание уже в себе. И он встает, он берет свою постель и пошел. Все совершилось и пошел. И что дальше? Иисус его сопровождает и в храм, и из храма выводит. и вместе с ним находится среди негодующих, что этот человек исполнял работу, нес свою постель в субботний день. Иисус говорит замечательные слова ободрения для всех, кто окружает. Берите, берите этот духовный хлеб, этот дар Божий, это новые способности, а второе понятие это необходимая жизнь возрастания, через эту силу она происходит. Донамис. И завершается, все время прогресс завершается тем, что еще больше становится понятна небесная слава, в которой мы с вами окажемся. Ну, конечно же, когда мы развиваемся, то все связано с тем направлением, в которое мы идем, на небеса. Слава Богу. Итак, сила, любовь, все это окутано любовью, любовью безусловной, любовью, которая не прекращается. Прекращаем ее только лишь мы своими подозрениями. А вот Бог меня не любит. Нет, Он там вместе с нами в той или иной ситуации. И целомудрие. У нас совершенно другой ум спасенного человека. И в этом целомудрии мы видим все, что развивается в нашей жизни. Это содействует ко благу. Ко благу какому? Нашему? Да. Других? Да. И к славе Иисуса Христа. Потому что везде видна Его слава. Бог дал нам духа силы, любви и целомудрия. Живи не в духе боязливости, это не тот дух, а в духе силы, способности Бога. возрастания в Боге, перспективе Бога, в любви безусловной и целомудрия в спасенном уме смыслах. Аминь. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это особенное помазанное время. Мы благодарим Тебя за чудо Евангелия, жизни Евангелия и наших слов, которые мы произносим. Мы благодарим Тебя за эти ценности, которые передаются друг от друга и все дальше и дальше и охватывают всю землю, потому что это Ты делаешь. Слава Тебе! Может быть, среди тех, кто слушает это слово по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа как своего Спасителя. Он ждет вас, Он желает вас спасти, Он все сделал. Принимая Иисуса Христа, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу Тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи Твоему Слову, прощай, люби, благословляй, даруй благодать Господь, все время, все время, во имя Твое, мой Бог и Спаситель Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь.